Одной семьёй, одним родом, одной бандой, командой. Будем совершать совершенно шаманское путешествие внутрь себя за своими ресурсами. И эти ресурсы мы будем собирать в одной сфере, но этот навык, который вы получите сегодня, вы сможете этот навык потихонечку применять и в других сферах. О чём же я хочу поговорить с вами? Мой мастер-класс сегодня называется «Семья наших денег». Мы будем говорить о том, как внутри нашей психики, внутри нашего ДНК хранится колоссальный опыт наших предков. они смогли, у них получилось. Кто-то из них гарантированно жил во времена перемен, во времена огромной турбулентности. Это же не первая турбулентность на планете. Кто-то из них знает, как нарабатывать новую профессию, как учить новый язык. Кто-то из них умудрился выйти замуж с тремя детьми или с четырьмя и хорошо устроиться. Кто-то из них умудрился переехать в новую страну и там начать жизнь заново. И у них получилось. И этот опыт хранится внутри вас, в вашем ДНК. Он лежит там грузом, ожидая, что вы его возьмёте, ожидая, что он вам пригодится. И мы его не берём. И сегодня мы с вами поправим это дело. Мы возьмём. Мы возьмём эти ресурсы. И если бы вы сегодня просто были моей группой, с которой я работаю подолгу, а у меня есть такие проекты, у меня есть, например, курс «Финансовый лифт наверх», я работаю с ребятами четыре месяца, и у них шикарные результаты. Если бы мы сегодня просто сидели бы вот так же в онлайне, и вы были моей большой группой, и мы говорили бы с вами о том, как вообще привлекаются деньги, то что бы я рассказывала вам, как человек, который знает об этом много? Я бы рассказывала, что первое, нам нужно получить разрешение на богатство. У нас внутри должен открыться шлагбаум. Мы должны или сами себе разрешить, или от кого-то получить это разрешение. Без этого ничего не работает. Можно прослушать тысячи семинаров, сделать миллион практик, но если мы не открыли себе вот это разрешение, если нам не выписали ордер на то, что нам можно быть богатыми, или мы сами его себе не выписали, кина не будет, кинщик заболел. Но этого мало. Второе, что нам нужно получить, нам нужно получить доступ к энергии и денег. Это сложно? Не знаю, может быть. Но можно. Этот источник находится внутри вас. И этот источник находится снаружи. И этот источник находится в других людях. способов включить в себе, усилить в себе энергию денег. То есть чтобы в вашу психику, в ту часть, которая отвечает за деньги, приходило больше энергии, больше гормонов. Это можно сделать? Да. И это невозможно сделать, если у вас нет разрешения на богатство. Сколько вы не загружаете тогда энергию, она будет или уходить куда-то, или уходить к другим людям, или она будет вами тратиться на ерунду, или вы будете её просто сливать, выболтаете её всё. И третье, что нужно для работы с деньгами, нам нужно научиться работать с ограничивающими убеждениями. И идея о том, что ограничивающие убеждения можно убрать, мне не близка. Убеждения, которые есть о деньгах, как любые убеждения, работают как против нас, так и за нас. И когда мы открываемся к жизни, и когда в нас течёт очень много энергии жизни, мы вдруг обнаруживаем, что мы совершенно гениально научились жонглировать этими убеждениями, используя всё для своей пользы. Знаете, эти дурацкие истории, когда такой включённый в жизнь человек, назовём его оптимистом, идёт на переговоры, где его сейчас должны взять на работу. Он очень ждал эту должность. И тут ему на лацкан пиджака какает птичка. И этот человек говорит, о, это к деньгам. Всё, супер, меня возьмут. Он там аккуратно затирает и гордо идёт на собеседование, где с ним идут переговоры, и он совершенно светится. Они ему говорят, мы возберём. Он говорит, я знал, что вы меня возьмёте. Он говорит, откуда вы знали? Он говорит, вот посмотрите, здесь видите, такое тёмное пятнышко. Это на меня как на птичка. Я сразу понял, что вы меня возьмёте. И другая история. Идёт человек, у которого мало энергии. Назовём его для простоты пессимистом. И он идёт тоже на собеседование. Его тоже берут на работу, может быть, в такое же место. И он по дороге видит смятую 100-долларовую бумажку, поднимает её грустно и говорит, ну всё, не видать мне денег, как своих ушей. Раз уже 100-долларовые бумажки на дороге валяются, меня точно не возьмут. Вот это состояние, когда мы можем свои убеждения, которые есть внутри нас, использовать себе во благо, они являются следствием того, что у вас есть первые два разрешения. Первое — разрешение быть богатым, и второе — энергия богатства. Когда я говорю «энергия богатства», я ничего эзотерического, такого, что нельзя объяснить наукой, не имею в виду. Я имею в виду, что у вас в тот участок мозга, который отвечает за богатство, за привлечение и сохранение денег, туда наливается достаточное количество энергии. Если так совсем по-простому, много энергии туда приходит. И чем ее больше туда приходит, тем лучше наше состояние богатства, тем в больших сферах мы чувствуем себя расслабленно, богато, перестаем выживать. То есть там приходит не норадреналин, а приходит дофамин, серотонин, окситоцин, забыла, называется четвертый, эндорфин и пятый холицилхолин. Но есть четвертый, я говорю, неправильно, вычеркните, но есть четвертый шаг. То есть первое – это открыть шлагбаум, разрешение на богатство. Это самое сложное. Второе – получить энергию. Это тоже непросто, но здесь есть много рецептов. Третье – это научиться творчески обращаться со своими убеждениями, использовать их себе во благо. И четвертое – абсолютно рациональные внешние навыки работы с деньгами. или, другими словами, соблюдение законов денег. Они существуют, эти законы денег. Они экономически обоснованные. И если здесь есть люди, которые меня не знают, я представлюсь, что я, с одной стороны, я доктор наук экономических, я 25 лет консультирую бизнес, я очень хорошо умею выращивать бизнеса и бизнесменов. Я психолог и психотерапевт, потому что когда-то мне понадобились эти образования, чтобы понять, что же в бизнесе делать дальше. И получив там очень много ответов, я пошла учиться дальше и получила, и получаю очень хорошее духовное образование. И там я получила уже все ответы на вопросы. И вот у меня все сошлось в одну точку. Бизнес, понимание природы человека и понимание духовных законов. Идем дальше. Итак, вот четыре параметра. У меня 5 ноября будет мастер-класс, который мы назвали «Деньги любят счет». И придумала я этот мастер-класс таким образом, чтобы показать на одном единственном убеждении, которое по своей силе положительного или отрицательного воздействия вообще ничем невозможно сравнить. то есть если выбрать убеждение о деньгах позитивное или негативное, там деньги достаются с трудом, деньги только портят людей, деньги зло. Вот вы знаете, все эти убеждения вообще ничто по своей силе с убеждением деньги любят счет. Я сейчас объясню почему. и вообще как работают убеждения. Убеждение это то, то есть некая мысль становится убеждением, если она затрагивает левое и правое полушария. Только если она имеет вот такой мост, то есть одна часть фразы в одном полушарии, другая часть в другом, и между ними есть некоторая связка. Тогда это убеждение может или остановить, потому что у нас нету третьего полушария, у нас есть два полушария, и энергия может пройти или через левое, или через правое. И если убеждение, например, блокирует, то оно блокирует с двух сторон. Если убеждение помогает привлекать деньги, то оно дает возможность протечь энергии с двух сторон. Понятно почему? Какие-то мысли не становятся убеждениями, или не блокируют, или не помогают, а какие-то мысли блокируют или наоборот поднимают нас высоко вверх. Вам понятно, ребят, поставьте мне десяточки, что вы так тихо слушаете, вы реально не дышите, вы дышите. Я очень много буду сегодня интересного рассказывать. Не успела прочитать про доступ к источнику. Если напишите еще раз, будет хорошо. Да, спасибо. И вот теперь смотрите. Слово деньги находится в правом полушарии мозга. И это огромная директория. Я буду рассказывать, Наталья, как выглядит разрешение. Итак, деньги это огромная директория в правом полушарии. Потому что деньги давно с нами. Это в роду у нас есть ДНК история о деньгах. Деньги мы знаем с детства. Деньги занимали очень много в мыслях наших родителей. ребенок с детства услышал, что деньги это нечто большее, чем мама и папа. Ставьте плюсики, если вы сейчас понимаете. Потому что если вы сейчас это поймете, вы в своей жизни очень много в чем разберетесь. Моя профессия в том, чтобы думать и я реально такая знаете очень мудрая женщина. Итак, деньги всегда были важнее мамы и папы. Родители как бы приседали. Родители, которые были для нас богами, они приседали перед деньгами. Они не всегда приседали перед людьми, у которых есть деньги. особенно если ваши родители в 30-х, 40-х годах, они не всегда приседали перед людьми с деньгами, но перед своими деньгами приседали. И мы с детства давно поняли, что деньги это кто-то, какая-то тетя или дядя, или какие-то кто-то такие, кто важнее, намного важнее, чем мама и папа. Мы знали людей, которые важнее мама и папа. Мы знали людей, перед которыми проседали наши мама и папа. Это были кто? Правильно. уже кто-то правильно написал. Браво! Вы сейчас сделали невероятный прорыв в гендерную гендерную психологию рода. Нет, это не были богачи. Наши родители не всегда приседали перед богачами, но они всегда приседали перед своими родителями. Может быть, они боролись со своими родителями, может быть, они их уважали. но деньги в нашем детском восприятии нам их давали мамы и папы, но принадлежали они не маме и папе. Кто-то другой, более значимый, чем мама и папа, давал деньги им. Кто-то, кого они очень уважали. и в вашем представлении у него или у них были деньги, даже если вы их знали как бедных людей, даже если вы их бабушку и дедушку знали как очень простых пьющего дедушку, бабушку, которая собирала урожай, но для ребенка это было нечто. Это были деньги. Они принадлежали кому-то, кто был старше папы и мамы. И может быть, они не могли принадлежать бабушке и дедушке, потому что вы их хорошо знали. Тогда они принадлежали прабабушке и прадедушке. И отсюда из вот этого детского мышления, что в нашем роду не всегда были все бедные. Потому что в нашей психике деньги занимают огромное место и очень важное место над родителями. Итак, мы с вами смотрим на убеждение, которое я буду рассматривать 5 ноября на мастер-классе «Деньги любят счет». Итак, кто-то очень большой, больше, чем мама и папа любит. И слово любит – это невероятная директория в нашем правом полушарии. И теперь смотрите, у нас случается мостик, и мы идем в левое полушарие. Любит счет. Деньги любят. Энергия любви течет в левое полушарие в счет. А что такое счет для нас? Ну, конечно, для нас, для взрослых это расчетный счет. Но что для нас счет, если мы начинаем задумываться об этом? точность, контроль. Отлично. Учет. Игра. Перекладывание купюр. Счет руками. Счет, когда точно знаешь, сколько денег. Математика. О, уже получше. Левое полушарие, левое. Уверенность. учет, трогать, перекладывать, контроль, аудит, мониторинг. В первую очередь счет, ребята, это цифры. Школа, грамотность, количество. Хорошо. Хорошо. Все слова, которые вы сейчас написали, они имеют отношение отлично, отличная, Аня Скоробогатова, оценка, состояние и эмоции. Они имеют отношение все к левому полушарию. итак, деньги любят счет. Невероятное убеждение, которое в левом полушарии захватывает все, что связано с системой, контролем, учетом, управлением, получается, с менеджментом, с цифрами, с тактильными движениями, когда мы пересчитываем купюры или вообще что-то пересчитываем. То есть в левом полушарии это почти все левое полушарие. Как вам эти новости? Итак, практически все правое полушарие, потому что любовь это невероятная директория из правого полушария, деньги это что-то большее, чем родители, намного большее. И когда мы говорим большие деньги, то мы видим себя маленького, родителей тоже достаточно маленьких постарше, чем мы, и потом большие большие деньги любят счет. И счет это все, что связано с левым полушарием. У левшей то же самое. Вы понимаете, что это убеждение, что деньги любят счет, занимает практически всю вашу психику? деньги. И теперь понимаете ли вы, что слово деньги синонимично понятию рода. Я повторю еще раз, деньги это что-то большее, чем мама и папа. это то, перед кем склоняются наши родители. Это они дают нашим родителям, которые дают нам. как вам эти новости? Артем пишет, так это плохое или хорошее убеждение? Артем, это убеждение может перекрыть тебе деньги раз и навсегда, а может открыть тебе деньги. Я для этого и придумала этот мастер-класс, который будет 5 ноября. Чтобы вы научились жонглировать этим убеждением, вы никогда не сможете его убрать, его невозможно убрать, потому что деньги любят счет, можно заменить только на деньги не любят счет, или деньги не связаны со счетом. То есть у этого убеждения нету контр-убеждения. кто идет на этот мастер-класс 5 числа? Лена пишет, вот это поворот никогда бы не подумала. Лен, поверь, вопросом этимологии, то есть как слова шифруются в нашем мозгу, люди, ученые, занимаются, это называется нейропсихология, люди занимаются больше сотни лет. об этом не так много пишут, об этом не так много книг, как хотелось бы, но это очень важная сфера, которая изучается. Я невеликий психолингвист, я бы сама с удовольствием бы у кого-то поучилась этой психолингвистики, не на уровне такой азбучной, азбучную я знаю, я даже знаю, видите, такую, но я знаю людей, которые знаю преподавателей, которые учились этой психолингвистики, которые еще в тысячу раз лучше, чем я это понимаю. В какое время мастер-класс? Вечером. Я оплатила сегодня, я иду, его нужно формировать, им нужно научиться пользоваться. На этом мастер-классе, который будет, я взяла только одно убеждение, одно огромное убеждение, и научу воспользоваться, жонглировать им. Когда вы это научитесь, вы сможете брать другие убеждения, может быть, большее, может быть, меньшее. Вы научитесь творчески подходить к работе со своими убеждениями. он пишет, что 19.30 по Киеву. 18.30 по Киеву. И что вы сейчас все секреты раскроете? Я сейчас буду рассказывать еще более важную тему, еще большие секреты раскрою. эту тему я буду рассказывать на мастер-классе. И он не столько стоит, он там стоит 20-30 долларов, чтобы вообще считать, что вы сейчас заплатите, и я вам расскажу секрет. Я бы его и бесплатно рассказывала. Если бы мне не надо было зарабатывать денег, я бы сидела бы с утра до вечера и вам рассказывала эти секреты. Но мне нужно зарабатывать деньги, а вам нужно, чтобы эти знания использовать, кому-то заплатить, так что вы можете заплатить мне. Бесплатно мы с вами только что на этом примере. Олег говорит, физически присутствовать не смогу, запись купить можно? Можно. Только покупай сейчас. Короче, запись купить можно. Бесплатно нельзя. Конечно, бесплатно нельзя. Если вы берете знания о деньгах и берете их бесплатно, то здесь на фестивале вы берете знания бесплатно, то дальше это ваша ответственность, что вы с этим делаете. Вы должны с этим что-то сделать. Поскольку вы взяли знания о деньгах и хотите на этом заработать, вам нужно что-то дать взамен. не обязательно давать мне и Евгению Дейнека или другим тренерам согласно закону. А это как раз помните, я вам говорила, четвертый пункт. Использование законов денег и законы денег или божественные законы или законы мироздания они одинаковые. Это об одном и том же. и второй закон Ньютона и второй закон денег и второй закон мироздания об одном и том же. Он о том, что если вы что-то взяли, вам нужно что-то отдать. Если вы не отдали, если вы все взяли бесплатно, то вам придется отдать чем-то, что вам может не понравиться. Временем, деньгами, здоровьем, отношениями. и ну короче, я уже готова, то есть я уже начинаю семья наших денег. Я не с этой темы хотела начать, но начнем со второго я. Для того, чтобы вы могли брать что-то, вы должны очень много давать. И здесь послушайте меня очень мягко. хорошо, Наталья. Наталья меня просит в мастер-классе повторять вопрос из аудитории. У участников нет микрофонов и не всегда слышно, на какой вопрос вы отвечаете. Итак, я сейчас рассказываю тему, которая называется «Семья наших денег». Это семь законов, которые позволяют открыть вам этот шлагбаум и получить разрешение брать деньги. Осознаёте, что я вам сейчас сказала? Повторите, что я вам сказала? Извините, что я не хочу вам грубить, я просто хочу, чтобы вы поймали суть. Вот Татьяна пишет, перечисляет четыре пункта, что первое получить разрешение на богатство или сами себе даём разрешение или от кого-то получаем. Второе это получить доступ к энергии денег. Источник внутри нас, источник есть наружу и у других людях. Третье научиться работать с ограничивающими убеждениями. четвёртое это постичь законы, по которым работают деньги. разрешение сейчас мы очень кратко поговорим с вами о том, как получается это разрешение. Давайте для того, чтобы это понять скажите мне пожалуйста что закрывает у вас лично у вас что закрывает этот шлагбаум когда вы думаете что деньги к вам не придут или что вы не станете богатым. просто пишите ну это может быть какое-то ограничивающее убеждение идея мысль недостойно смотрите два человека эмоции это не ответ эмоции радость тоже эмоция нехватка знаний страх это не для меня недостойно страх мамины слова а ты не боишься я недостойна неуверенность недостойно спасибо больно падать недостойно отлично отлично буду лучше чем другие отлично а теперь отсутствие сомнения на чем именно фокус глупое что-то делать мало действия недостойно не смогу отлично а теперь давайте познакомимся здесь 508 человек и эти 508 человек включая меня 509 мы все наследники насчетки это как будет мы все ну короче правнуки наследники тех людей которые которые выжили мы мы с вами лучшее из лучших давайте пещера, я лучше тут камнями себя завалю, а тот говорит, да замерзнешь, тут пещера, посмотри, какая хорошая пещера, тот говорит, не-не-не, брат, ну не пойду, и тебя советую, оставайся, а второй говорит, нет, слушай, пещера, я в теплоте посижу, мхом там закопаюсь, потомки, спасибо. И один пошел, закидал себя так камнями, обложил, там землей прикопал, залез в эту норочку, вот, все камнями дозакладывал, и холодно, но в земле сырой тихонько начинает согреваться. Второй пошел в пещеру, и там был медведь, гризли, он его загрыз. Скажите, пожалуйста, мы с вами чей, мы с вами чей ребенок? Мы с вами чьи дети? Мы с вами чьи дети? Я уже начинаю злиться. Так, того, кто поверил себе. Отлично. Сейчас, секундочку. То есть мы ребенок того, кто молодец. Отлично. Мне ребята пишут, что тот, кто, Олег там писал, что я не смогу прийти, можно ли купить с записью, сразу покупай с записью, потому что они говорят, запись будет продаваться дороже. Я забыла, что у нас записи стоят дороже, чем сами. Итак, мы с вами кто? Мы с вами дети выживших. Мы с вами дети тех, у кого лучше чуйка, лучше работает голова, лучше работает сердце. Мы выбирали, ну, они выбирали себе лучших партнеров. Дмитрий говорил, смотря сколько лет было умершему и сколько у него детей уже было. Но когда он умер и у него остались дети, кто кормил его детей? Сколько шансов, что у этого человека дети не умерли? Итак, вы чьи дети? Вы дети лучших из лучших или вы дети лузеров? Факт в том, что вы дети лучших из лучших. А беда в том, и разрешения на богатство у вас нет, потому что вы думаете, что вы дети лузеров. Как вам эти новости? Юленька, мы потомки того, кто где-то высидел в камнях. Мы потомки того, кто не пошел в бой. Мы потомки того, кто пошел в бой и остался там победителем. Мы потомки того, кто смылся с места событий. Мы потомки того, кто остался в какой-то типа революционной или военной ситуации и там выжил. Но мы потомки победителей. И у нас, как у потомков, есть опыт. Как спрятаться, так и бежать вперед. Как нападать, так и убегать. Как быть активными, так и быть пассивными. У нас с вами за спиной миллионы вариантов выжить. Так кто вы, ребята? И это вы мне рассказываете твою дивизию, что у вас нет денег? У вас, у которых такая ДНК. И единственная причина, почему вы сегодня небогатая, потому что вы думаете, что ваш род лузеры. Но это не так. Да, вы видели своего деда-алкаша. Да, вы видели там, как тяжело жила ваша бабуля. Но они, блядь, выжили. Если вы есть, они победители не потому, что у них есть деньги или дворцы. Они победители, потому что у них есть вы. И единственная причина, почему у вас был закрыт шлагбаум, потому что вы к своему роду не относились с восхищением. А теперь я спрошу 517 человек. Кто из вас, кто не шел еще минуту назад на мастер-класс, готов идти со мной на мастер-класс? Я хочу, чтобы написали только те, кто не понимал. Смотрите, потому что, когда я рассказывала, что надо работать с убеждениями, а у вас внутри идея, что вы лузер, вы и не хотели этот мастер-класс. Он мне и не нужен был. Какое убеждение? У меня внутри разрешения не было. А теперь у вас есть разрешение. И оно никогда не закроется. То, что я сказала, я сказала истину. Это раз. Я сказала из глубочайшего восторга перед своими предками. Это два. И вы точно так же заражены этим восторгом. Это три. Лилия пишет, а у меня все с огромным трудом. Нет, милая моя, у тебя все было с огромным трудом. Посмотрите на своих предков. Посмотрите, с какой тяжелой ситуацией они справлялись. Братцы, они с революцией справились. Они с войной справились. Они с разрухами справились. Они молодцы. И у нас это все есть внутри. Все эти ДНК у нас есть. Но пункт номер два. Первое. Мы дети победителей. Пункт номер два. Если вы находитесь в некрасивом состоянии по отношению к своим предкам. Если вы думаете, что ваши предки лузеры. То вы активизируете из ДНК своего только их негативную программу. Их только те истории, которые у них не получились. Это что, какая-то гребанная магия? Или это объективная реальность? Если вы, глядя на свой рот. Я просто повторю. Глядя на свой рот. Думаете, что они лузеры. Что они неудачники. Что они никто из в атехниках. Что вы возьмете из своем ДНК. Из их опыта. Вы берете только лузера, неудачника. Ну и всякую фигню. Прошу прощения. И за эмоциональность. И за то, что у меня закончился русский язык. А теперь твою дивизию. Посмотрите на этих богов. На этих красавцев. Которые умудрялись в 43-м рожать. И выносить этих детей. И остаться живым. Пройти с 41-го по 45-й. И умудриться не попасть на войну. Я до сих пор не знаю, как мой дедушка умудрился не попасть на войну. Ну всех же гребли. Как он уехал. Что он себе придумал. Молодец. И как мой папа. Он был совсем молодой парень. Он попал на войну. Он был сыном полка. И он с 43-го по 45-й был на войне. Он остался жив. Ни одной царапины. Или кто-то, кто умер на войне. Ну умер за вас. Они что, лузеры? Они не герои. Они живые люди. Понимаете? Они не герои. Если вы их сделаете героями, вы никогда не дотянетесь до героев. Это значит, я никогда не могу быть таким. А они просто живые люди. Они просто живые. Они жили. Они трахались. Они пили водку с капустой. Они любили. Они ненавидели. Они били морды. Они читали книги. Они собирали цветы. Они купались в речке. Они любили жизнь. Они были точно такими же, как мы. Они классные. Они крутые, пишет Светлана. Просыпается уважение и благодарность к предкам. Понимаете? А когда... Это пункт номер два. Когда у вас просыпается уважение и благодарность к предкам, что вы в своем ДНК активизируете? Их сильные стороны. Их победы. Еврейский мальчик. Нигде в царской России был лимит на поступление в университет. Ни за какие деньги не могли взять. Еврейский мальчик поступает в университет бесплатно. Так он же молодец. Как он прошел? Он учился. Как семья ему вся помогала. Как вся деревня или местечко деньги ему собрали на дорогу. Он не был царем. Он не был дворянином. Он не был богачом. Но он станет самым знаменитым адвокатом России. Пройдет 10 лет. И мы дети этих людей. Они никто не были заурядными. Они были все молодцы. Они были счастливые и несчастливые. Они были везучие и невезучие. Они были разные. Но у них у всех получилось. У них вы получились. И когда вы их любите. И когда вы им благодарны. Вы начинаете чувствовать то, что вы сейчас. Чувствуете восторг, восхищение. Вот Оксана пишет. А я думала, они были несчастными. Особенно женщины. Но ведь они были сильнейшими. Оксана. Как она раздвигала ноги. Как ей было хорошо и сладко. Как она любила заниматься сексом. О боги. И это были ваши женщины. И что вам теперь хочется сделать? Вам хочется сказать им спасибо. Благодарю вас. Я люблю. Я восхищаюсь вами. И я вся напичкана вами. И я состою из пазлов своих предков. Ничего другого во мне нету. О господи. Как же мне повезло. И когда мы с вами этот второй пункт для себя открываем. Наше время перейти к третьему. Наталья пишет. А если не было детей? А не было детей. И у нас была такая бабушка Лиза. У нее не было детей. И она была нам всем бабушкой. А теперь третья тема. Третий закон. Братцы. Но закон гласит, что они дают, а мы принимаем. Что старшие дают, а младшие принимают. И никак иначе. Что не вы им служите, а они вам. Они стоят над вами. Над, 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 над. Семь поколений. Как минимум. Семь поколений над нами. И это не только наши прямые родственники. Там и сестры вашей бабушки. И возлюбленный вашей прабабушки. За которого она не вышла замуж, а вышла замуж за другого. Там и лучший друг отца, с которым он прожил, продружил всю жизнь. Там очень много людей. Там и род, и народ. И так, они большие, вы маленькие. И закон гласит, что они дают, а вы принимаете. Я не успеваю читать. Вы как-то, мне кажется, что немного размышляете вслух. Если вы со мной разговариваете, то я не все успеваю читать. Почему именно семь поколений? Их же больше. Ленуся, родная. Это такая, во-первых, слово семья. Помнишь? Семья. Во-первых, вебинар я так назвала. Слово семья, ну, живет уже тысячи лет с нами. А вот генетика, она молоденькая. Ей 100 лет всего. Но генетика знает точно, что у тебя активирован опыт семи поколений. Там 127 человек. Но в момент стресса или в момент какого-то, чего-то важного, у нас активируется ДНК еще семи поколений. Это я даже не могу сказать, сколько тысяч людей. Еще раз, еще раз, еще раз. Там не только опыт ваших прямых предков, но там и все чувства, знания, которые были у людей, с которыми они дружили, общались, кому одолжили денег, вытащили в трудную минуту, кого убили, кто убил их, кто помог, кому вы помогли, кого ненавидели. Там очень большой, очень большой набор людей. Артем пишет. Теперь мы даем, а наши дети принимаем. Сейчас я говорю только о тебе, Артем. Что ты для своих предков делаешь только одно. Ты принимаешь у них энергию, и что ты можешь им делать? Отдаешь ее дальше. То есть ты рожаешь детей, создаешь некие проекты, создаешь новый мир. А теперь смотрите. Если вы видите своих предков великими и классными, то то, что они вам наливают, они вам наливают ресурсы. Если вы видите своих предков маленькими, то тогда вы будете им наливать ресурсы. Если вы пытаетесь спасти своих предков, стесняясь их или пытаясь стать самым лучшим ребенком в роду, это же тоже про спасение. Так, хорошо. Что-то для вас стало ясно. А мы с вами прошли три важных пункта. Теперь идем в четвертый важный пункт. В закон брать-давать. Думаю, как бы вам так покороче эту тему сказать. Если покороче, она звучит так. Помогайте другим людям побольше, почаще. Помогайте из тех ресурсов, которые для вас нормально проявить. То есть не надо отдавать последнее. Не надо, если вы умираете и безумно устали, тащиться на другой конец города, чтобы поздравить кого-то с днем рождения. Помогайте людям и в горе, и в радости. В радости, да, это пережить с ними радость, поздравить их в горе, помочь советам, делам, мыслью, молитвой. Что случается, когда вы это делаете? Я знаю, что вы скажете, что вы это делаете. И я скажу, что я вам верю, но я уверена, что вы делаете мало таких добрых дел. То есть мало помощи. Вы можете делать этой помощи намного больше. Если бы вы понимали, зачем советуют делать эту помощь, вы бы давно ее делали. Я хочу объяснить. Ваш род имеет некую сумму денег. То есть назовем ее денежная энергия вашего рода. Вы этой энергией менялись с другими людьми. Ну, они приходили к вам работать, вы им платили. Вы вместе с кем-то делали, не знаю, там, в поле вырастили картофель, поехали вместе продавать. У него была телега, у вас была лошадь, у него была его картошка, у вас была ваша картошка. Вы вместе продавали на рынке, продали целый ввоз картошки. Никто не распаковывал. У вас было получше, у него было похуже. Но человек купил все немеряя, или открыл только пару ваших мешков, и за хорошие деньги. И, не знаю, там, вы когда ехали обратно, человек, не знаю, там, заболел и умер. И вы его семье денег не отдали. То есть у нас остались какие-то незавершённые дела. То есть мы остались кому-то должны. И если это было связано с деньгами, то количество денег в семье, в роду уменьшается. Но фишка в том, что не обязательно, когда я говорю вам, ну, там, делайте для других людей добро, не обязательно терять деньги или недополучать их самому в этой жизни. Вполне достаточно просто помогать другим людям, понимая, что я это делаю. Я это делаю для того, чтобы закрыть дырки в нашем роду. Вам понятно, о чём я сейчас сказала? Это не делается семье. Семье, понятно, тоже нужно помогать, и в первую очередь помогать семье. Я говорю о чужих людях. Если вы сейчас услышите меня, поймёте, и до вас дойдёт вообще, каким нереальным инструментом вы можете пользоваться, вы скажете, как говорила Стаббендер, «Стыдно так напиваться на рубль». Потому что совет какой? Это же мудрость, понимаете, вековая мудрость. Она говорит, сделай то, что тебе сделать несложно. Ну, просто переведи, помните, бабушку через дорогу. Не надо отдавать последнее, не надо отдавать деньги, если у вас их нет. Не надо отдавать силы, если у вас их нет. Сделайте репост какого-то сообщения. Поделитесь с кем-то, с другими людьми. Например, у меня на Ютубе есть, ну, то есть у меня есть большой канал на Ютубе, там куча всякой мудрости. Зашли, почитали, поставили лайк, сделали репост у себя на Фейсбуке, кто-то прочитал, кто-то, ну, просветлился, какая-то у него проблема решилась. То есть важно то, что то, что вы сделаете, не должно быть сложным для вас. А теперь смотрите. Когда вы это делаете, вы закрываете дыры в своем роду. делаете это, можете делать анонимно. Вы, наверное, знаете, что чем меньше вам люди благодарят и больше благодарят, не знаю, там, Бога, судьбу, тем больше вам отдаст, ну, Бог и судьба. Но я сейчас показываю вам, как работает в родовой системе. Вы отдали, 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 сделали, 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 сделали. Еще раз, абсолютно не нужно, чтобы то, что вы сделали, вызвало у вас тошноту от напряжения и усталости. Вообще нет. Пользу принесли сюда, 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 сюда. Вы будете чувствовать. Если вы принесли пользу, у вас внутри на сердце будет все больше и больше энергии. Это вы закрываете родовые дырки. И смотрите, если для вас нормально будет эта метафора, потому что для меня это не метафора, а реальность. Но мы с вами не знакомы, близко. И я, ну, здесь есть мои клиенты, у них эта метафора тоже реальность. Так вот, ваш род будет благодарен вам за то, что вы сделаете для него. Слово «благодарен» — это значит, что там дырка залаталась, и энергия течет к вам. То есть, вот еще раз, если метафора про род, который, знаете, стоит у вас за спиной и благодарит вас энергией жизни за то, что вы сделали доброе дело и закрыли то плохое, знаете, хорошее перекрыло то плохое, что сделали в роду, так вот, если эта метафора для вас метафора, то просто осознавайте, что в тот момент, когда вы эти дырки закрываете, энергия жизни, то есть больше вырабатывается дофамина, то есть больше энергии жизни потечет по вашему телу, попадает в головной мозг и попадает в те участки мозга, которые отвечают за то, чтобы вам в жизни везло и было легко, чтобы вы получали ресурсы, благословения. И если вы внутри себя просто создаете намерение, что я это делаю, чтобы усилить свои доходы, то эта энергия туда и будет направляться. Екатерина пишет, я правильно поняла, что помощью отдавая долги рода, то нельзя переборщить, ибо и себя разгружу, или благом вернется, и то, и другое, и то, и другое. Это очень хорошая инвестиция. То есть у вас больше жизни, и мир вам начинает дарить дары. А если человек благотворительностью занимается, а по счетам не платит, как это работает? Линочка, я не могу. Такой частный вопрос. Я знаю, что один из родственников отказался при жизни от другого. То есть перед смертью он извинился за это. Добрыми делами это исправляется? Да. Да, конечно. Привезли на машине, у вас есть машина, вы привезли на машине ребят, которые помогают детскому дому. Они часто спрашивают, кто бы мог подвезти, может, у кого-то есть там Рафик, или какой-то маленький мини-грузовичок. Вы сказали, да, у меня есть, подвезли. Вы даже не заходили в этот детский дом. К примеру, ваше сердце не может видеть этих маленьких деток. Вам кажется, что оно разорвется от боли. Вам не надо себя насиловать, понимаете? Ребята, у вас много идет на мастер-класс «Деньги любят счет». И в конце мастер-класса я дам вам законы денег. Вот это, помните, четвертый пункт, который я вам говорила. Это будет мой подарок. Те, кто идет на этот мастер-класс, я буду тоже давать эти законы денег. Я даже их буду немного комментировать. Но вот сегодня я готова вам их дать. ребят, вот знаете что? София, я тебе хочу сказать, обязательно брать фамилию мужа. Вот когда вы пытаетесь на таком бесплатном мероприятии решить свои вопросы, вы лишаете и себя, и других. Если я сейчас начну отвечать, а я уже отвечаю, вы забираете время у других. вот это не улучшает нашу карму. Карма появляется, когда вы взяли чужое и не взяли свое. Мы сейчас говорим о том, когда род взял чужое. И вот вам, чтобы получить свое, вам нужно отдать свое время, отдать свои знания, отдать свой лайк, отдать свой перепост. Ну то есть что-то сделать. Сидите, садитесь, молитесь, если вы умеете молиться, так что это приносит пользу. Но помогайте. Вы латаете свои дыры, вы чувствуете себя все более живым, все более энергичным, и из Вселенной, из мира вы получаете благодать. Давайте я пришлю вам сейчас ссылку на мой YouTube-канал. У меня очень много всяких интересных постов, роликов об этом. Я думаю, что многие из вас не подписаны. работа врача это постоянное залечивание дыр рода. Да, врачи и врачи и учителя это всегда кармические профессии, но вы знаете, что не все врачи и не все учителя они находятся в служении. Они могут работать врачом, но не служить другим людям, не помогать им. вот спикер прислал мою ссылку на мой YouTube-канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, слушайте, пишите комментарии, делайте репосты. Как минимум, это уже доброе дело. Итак, идем дальше. вон там я вижу, что можно подписаться. Я не получила благословения от дедушки на замужество, личная жизнь не сложилась, живу одна. Можно ли это исправить? Это прямо следующая тема, что я буду рассказывать. Спасибо, что вы мои благодарные слушательницы. Сейчас это очень важно, потому что я много туда вкладываю хороших знаний. А с вас, если мы говорим о теме, которую только что проговорили, с вас нести пользу миру. пожалуйста, сделайте и просто сделайте и осознайте, как вы себя чувствуете. Вы будете чувствовать, что у вас прет, у вас полет. Ссылка быстро убегает. Ребят, модераторы, пожалуйста, сделайте еще раз, а я пойду дальше. А сейчас у нас начинается невероятное. А, подождите, до того, как она начнется. Скажите, кто еще решил пойти 5 числа на мастер-класс про деньги любят счет? кто не думал пойти, но теперь хочет пойти. Обратите внимание, что я все время вас об этом спрашиваю, я что-то такое классное расскажу, у вас поменяется состояние, я спрашиваю. и тогда вы поймете, сейчас кто-то напишет или не напишет, и тогда вы поймете, что когда вы получаете такие правильные знания, мы их называем истинные знания, у вас все больше и больше энергии. Вот как пишет Артем, у меня полет, а я говорю фразу меня прет, или у меня очень много энергии. И я перехожу к следующей теме. Она родилась у меня неожиданно. Я веду сейчас да, энергии действительно много, я пойду. Спасибо. Когда вы говорите, что вы пойдете, я а чек-лист будет в конце, да. Когда вы, когда у вас рождается энергия куда-то идти, покупать, слушать, не просто бесплатно, а вот платить, это момент, когда вы переходите из ребенка в подростка, потому что ребенок все хочет бесплатно, ребенок все хочет, ну, на шару мы говорим, и эта позиция ребенка, это прекрасная позиция, ребенок привык все получать бесплатно, он говорит спасибо, и дальше подросток уже немного отрабатывает, и подросток, у него уже есть какие-то деньги, и когда у вас появляется энергия, заплатить, хотя бы наши вот эти 20 долларов, сколько стоит наш мастер-класс, когда появляется энергия и желание заплатить, это означает, что мы в подростке, потом, когда вы будете в юности, вы вообще будете только платить, вы даже не будете хотеть бесплатно, вы даже скидок не будете хотеть, когда вы придете в юность, вы будете покупать випы и супер вип пакеты, и потом, когда вы дойдете до зрелости, то есть ребенок, подросток, юноша, взрослый, когда вы дойдете до взрослого, вы уже не будете покупать супер вип пакеты, потому что вы будете уже спрашивать себя, что мне надо, надо мне не надо, может даже попросите не скидку вряд ли, а узнаете подробнее, что входит в цену и хорошо подумаете, но вот такой вот переход от я бесплатно я заплатил это переход из 80% в 15%. Вот Юра пишет, что у кого проблемы с оплатой, вам напишут завтра. Прекрасно. А теперь я готова сделать следующий шаг. Откуда он взялся расскажу. Я веду коучинг. Это новый мой проект. Он называется гармоничные отношения. с идеей этого коучинга ко мне обратился мой продюсер. Он говорит, давай сделаем такой коучинг, когда одно занятие будет про маму, одно занятие будет про папу, одно занятие будет про братьев, сестер. Короче, мы посидели, подумали и составили таких восемь занятий. у меня есть много мастер класса. Откуда это взялось тем? У меня есть много мастер классов про то, как отношения с отцом влияют на наше богатство. У меня есть мастер классы о том, как отношения с мамой влияют на наше, чтобы у нас деньги приходили легко и был достаток. Как наши отношения с братьями и сестрами влияют на то, чтобы у нас были хорошие партнеры по бизнесу. Потому что братья и сестры это наши единственные в детстве равные партнеры, с которыми если мы исцелим отношения, то у нас будут прекрасные бизнес-партнеры и, кстати, мужья хорошие и жены. И вот мы построили этот курс. Он не про деньги. Он именно про то, что исцелив отношения с папой мы получаем вот такой перечень благ. Исцелив отношения с мамой мы получаем такой перечень благ. Вот на крайнем занятии у нас была тема о дружбе и о детях. Он просто группу порвало, когда я объяснила феномен дружбы, как это работает и что это дает для нас, что это невероятное зеркало. и про наши отношения с детьми придется еще раз к этой теме вернуться, потому что у группы был просто шок, когда я объяснила, что за этим стоит и что такое наши дети и как они с нами связаны. но посреди этого курса вдруг я просыпаюсь и понимаю, что группе надо рассказать эту тему, сейчас вы услышите какую, потому что без этой темы они не поймут, как это все работает. И вот я им эту тему рассказываю про то, как отношения с нашими предками на что конкретно влияют. И сейчас у нас тема только про деньги и только про предков. Вот слушайте внимательно. Да, вон Светлана пишет инсайд о братьях и сестрах. Итак, вас 513 человек. Мне хочется вам сказать, ребята, вам нужна будет вода, потому что вы сейчас будете вместе со мной погружаться в это состояние и вас ждет шок. Вот у вас уже было море инсайдов, море озарений, теперь вы сейчас просто и так у вас есть мама, у вас есть папа. Даже если вы выросли в детдоме, если папа с мамой разошлись, даже если вы никогда не видели своего папу или свою маму, они у вас физически присутствуют, потому что вы знаете почему. и теперь у меня вопрос. Папа это огромная фигура, макрофигура. это кто-то сильный, влиятельный, обладающий властью, который может наказать, убить, который может сделать больно, который строгий, который любит внимание за что-то. То есть если мама любит безусловно, то этот любит за что-то. Знаю такое. И этот человек становится совершенно крохотным. Стоит ему заговорить о своем отце. И маленький ребенок, то есть мы с вами в детстве, вдруг обнаруживаем, что у нашего Бога есть свой Бог. Это могут быть очень плохие отношения. Это могут быть очень хорошие отношения. Дедушка может быть алкашом или адмиралом. Вы как ребенок все равно услышите, что ваш папа внутри себя в восторге от своего отца. Это природа любого ребенка. Что бы вы не рассказывали мне, там внутри мы все в восторге перед грозной силой нашего отца. Оля пишет, да, на этом коучинге мы все получили мощь и ресурс нашего рода, глубокая трансформация. Итак, отец моего отца это Бог моего Бога. И если у меня хорошее отношение с моим дедом, а что значит хорошее? Он большой, я маленький. Он дает, я принимаю. Он мой дедушка, я его внук и больше никто. Когда я говорю с вами, я вас потихонечку инициирую. Я даю вам возможность это ощущать, чувствовать. И вот здесь находятся деньги, денег. здесь находится богатство. Такое, знаете, достижимое богатство. Когда у меня хорошие отношения с дедом по отцовской линии. Но я хочу большего. Я хочу очень много денег. тогда мне нужен мой прадед, дед моего отца. О нем мой папа говорил с придыханием. Даже если никогда не говорил, даже если никогда не видел. В структуре его ДНК этот восторг остается. я ребенок, и я это читаю. И вот это доступ к большим деньгам. Просто позвольте себе чувствовать, что с вами сейчас происходит. Я вас потихоньку инициирую. Это то, что я умею делать лучше всего. и умею делать так, чтобы знания внутри вас становились реальным физическим опытом. Да, вы можете писать, что вы сейчас чувствуете. я буду держать здесь внимание. Это дед моего отца. Это бог бога моего бога. недоумение это не ощущение, Лена. То, что ты кого-то не знаешь, не означает, что в твоем ДНК этого нет. нету. Просто дышите и говорите да, да, да. Не рассказывайте, какая вы единственная внучка. Не пишите, что папа любил вас условно. Зачем вы делитесь со мной этой информацией? Не загрязняйте эфир. пишите то, что я прошу. Пишите о своих чувствах. Нет, нельзя, мамы. Не важно, что вы кого-то не знаете. Девочки, мальчики, не тупите, пожалуйста. Посмотрите, какой тупеж начался. Это в вашем ДНК. знали вы его, не знали. Ваша психика живет там, ваши деньги живут здесь. Это биологический Михаил. теперь вы лучше понимаете, кто я и что я могу. и как я понимаю этот мир. в вашем хорошо и давайте сделаем еще один шаг дед моего деда наш прапрадед папа дедушка прадедушка прапрадедушка дедушка моего дедушки тот перед кем склонялся мой дед вот это уже уровень бога или ангелов и когда у вас с такими людьми с вашим прапрадедом настроились отношения исцеляются отношения вы очень легко общаетесь с великими мира сего вам легко говорить о больших зарплатах фигурировать большими цифрами вы можете с ними быть на равным даже если вы парикмахер вы не падаете в обморок если он приехал со своей яхты которая стоит там 150 миллионов долларов а вы парикмахер и вы спокойно его стрижете болтаете с ним о том о сём рассказываете ему анекдоты он рассказывает вам и он вам оставляет чаевые пару тысяч евро и вы говорите вы не ошиблись он говорит у меня просто больше нету я бы оставил побольше ты классно просто посмотрите в глаза своему прапрадеду как он любит вас как он гордится что вы есть наталья пишет такое бывает у меня есть две подруги одна у нее картинная галерея в америке другая парикмахер вот та у которой картинная галерея не может записаться к парикмахерши потому что у нее очередь и звезд и у нее там стрижки укладки стоят несколько тысяч долларов а теперь представьте себе состояние группы когда я их провела каждому предку до пятого поколения они все про разное анастасия а если ничего они кто-то пишут зеновий а если ничего существенного не ощущаете я не знаю как тебе помочь родной я настроилась на всю группу группы а вы пишите нам мы вам расскажем у нас называется вот этот коучинг называется коучинг гармоничные отношения а можно еще и предков отчима подключить можно а можно поделиться этой информацией с друзьями нужно это лучшее что вы можете сделать с этой информацией вика пишет ребята идти к предкам за ресурсами это что-то невероятное вика в коучинге в коучинге гармоничные отношения мы делали это супер у ребят было домашнее задание они делают домашнее задание друг для друга и они идут за всеми ресурсами которые нужны в род они научились они ходят туда как ну как в гости и поэтому у них такие невероятные результаты я была не готова это мне вот эта идея показать генограмму то есть карту рода и по ней пройтись я когда-то давно это изучала просто в какой-то момент я проснулась и поняла что надо сделать века пишет сейчас чувствую снова новую силищу так диана когда-то сказали что ты лезешь к мертвым не тревожь их а ты не трогай мертвых иди в свою днк это твоя днк я на грани науки нахожусь то есть я человек науки я невероятная я невероятная люди мне говорят что я богиня что я волшебница что то что я делаю это невероятно поверьте я все время нахожусь в нашем сознании это наше сознание невероятное это все есть в сознании а в семи ступенях это будет нет солнышко там будет только хотя там будет про омоложение где можно увидеть информацию о ваших курсах я не знаю где можно увидеть юра может быть ты придумаешь как можно увидеть если легко управляла на работе с большими деньгами а в отношениях себя не получается это те у кто думает что я большая рот маленький это не расстановка хотя очень похоже и это не эмоциональный интеллект хотя здесь очень много эмоциональности так на десять тысяч процентов богини мы все с вами боги только мы не знаем что мы боги у меня такой прилив как будто я чувствую их любовь ты не как будто ты чувствуешь их любовь вы сейчас наконец активизировали днк по своей мужской линии где глянуть полностью информацию о ваших курсах и стоимость ну зайди на сайт диана щербанская я просто здесь не разрешают на всякую рекламу вешать просто проявите активность я все что могу вам но всю информацию даю да дианочка вы невероятная богиня сколько себя а и сайтов ну короче про богиню вы поняли я богиня такая же как и вы не смысле что я отказываюсь нет мы просто на самом деле все боги так хорошо хорошо и не хочу выходить так и не выходите так идем дальше у нас не так много времени осталось давайте получим еще еще одно благословение а ваш ник в инсте дадите ребят напишите какой-нибудь мой ник в инсте я чувствую любовь рода как отлично идем дальше мы не будем прекращать любовь рода мы просто усили так сейчас ребята тут звонит один член моего рода мурзик ну что ну так я веду вебинар так и все нет хорошо я сказала нет котенька пока милась я у меня пятьсот семь человек милась пятьсот семь человек внимательно слушаю тебе все равно милась все пока не знаю как ответить человеку который полтора часа сидит в магазине и ждет что ему купят платье а вот моя инстаграм поехали дальше а теперь давайте посмотрим на маму мамы вы можете пока меня слушайте подписаться на youtube канал там есть ну очень много про родовые истории про отношения с папой про отношения с мамой она девочка и надо ребят я знаю что это не никуда не годится но дайте мне буквально минуту я и отправлю деньги платье ребенку я скажу ей кто 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 виноват что платье ей досталось точнее благодаря кому платье все платье куплено да она не потакайте детям не могу я потакаю своей дочке сколько лет дочке 17 с половиной я ей потакаю я еврейская мама и у меня есть стратегия она в роду у нас мы потакаем девочкам и мы потакаем обучению мальчиков то есть столько сколько лет моему сыну нужно были деньги на обучение столько лет я ему давала сейчас он успешный знаменитый у него свой бизнес сейчас он дает дочке ну своей сестре дает деньги на обучение ей 17 с половиной моя стратегия с сыном сработала надеюсь сработает и с дочкой так ну что пошли мама диана у меня в голове установка что деньги зарабатывает мужчина и он кормилец семьи это неверно сейчас уже неверно так все про платье уже поздно обсуждать я уже отправила деньги платье будет да и милана очень любит появляться в эфире она очень любит получать доказательства того что вы все не так важны для нее как что вы мне менее важны чем она она приходит за этим подтверждением и так мама это та кто давала вам любовь правда и мы сейчас только что увидели как это работает мама дает любовь а кто давал любовь вашей маме кто напитывал кто был источником для вашей мамы ее мама почувствуйте смотрите что я делаю с вами я вам не просто рассказываю я вам даю это ощутить и даю вам это почувствовать что такое мама мамы просто чувствуйте просто чувствуйте и ощущаете и когда мы говорим с вами что у нас сегодня тема о деньгах когда мы говорим о деньгах то почувствуйте что же это за деньги это деньги которые приходят сами это вторая часть денег если мужские деньги это деньги за что-то за то что вы классные за то что кто-то сильный то эти деньги просто потому что вас любят и это не обязательно что это дал муж это могут быть клиенты у меня клиенты а здесь много моих клиенток и клиентов они могут вам сказать они меня любят они платят деньги мне потому что они меня очень любят у них ко мне огромная нежность мои деньги приходят по-женски между нами очень много чувств и это не только к моим клиенткам женщинам но и клиентам мужчинам мой бизнес очень женский в нем очень много вот этой энергии которую вы сейчас чувствуете за ней приходят мои девочки и мои мальчики да меня очень любят и я очень люблю скажите а как быть папой мамы эдуард я не поняла а как быть папой мамы тебе не надо быть папой мамы у мамы есть свой папа будь ее ребенком это пятое это что деньги идут через любовь деньги идут через силу а вот это деньги идут через любовь а если у мамы с ее мамой не надо блин уйдите из своей головы у вашей мамы не было сложных отношений с вашей мамой я хочу рассказать вам кто такая хорошая мама запишите кто не знает этих законов у хорошей мамы ребенок жив у твоей бабушки мама умерла ну ее дочка умерла или она родила тебя ну она выросла и родила тебя у хорошей матери ребенок жив у хорошей матери ребенок здоров у хорошей матери ребенок социализирован у хорошей матери у хорошей матери ребенок успешен вот вам 4 фактора больше ничего нету больше нету хорошая мама плохие были отношения вы не понимаете что такое отношения отношения не находятся снаружи отношения находятся внутри отношения это связь с источником бабушка вашей то есть ваша бабушка мама вашей мамы источник для вашей матери если ваша мать жива у нее есть связь с источником у как вы меня выбесили у как я не как я не люблю эту тупость мама мамы просто почувствуйте как вы как вы наполняетесь этой любовью просто позвольте себе и чувствовать и ощущать а если мама не жива а когда мы делали с прапрадедушкой он что жив это твои днк а бабушка у меня не мама не жива не бабушка не жива мне самой 55 лет будет через пару дней но недель нет пару месяцев то есть мне я сама скоро но наверное стану бабушкой это же внутри у вас пожалуйста я не знаю что с вами произошло видно потому что мы дошли до темы мамы вы начали все вести себя как маленькие дети я прекрасно выгляжу потому что у меня огромный контакт женской энергии поехали пусть у вас будет тоже хороший контакт я вам дам сбился настрой я вам сейчас дам сбился настрой я сейчас пятьсот тридцать человек поставлю в угол сбился у них настрой оно быстро мама мамина мама мама это любовь а бабушка это любовь вашей мамы а теперь прабабушка это та кто любила бабушку просто чувствуйте и ощущаете это пока я ремень не взяла боюсь когда сердитесь и бойся я люблю когда меня боятся просто ощущаете это абсолютно это абсолютно женское ощущение а теперь это была мама бабушка прабабушка прабабушка теперь вы понимаете о чем мастер-класс деньги любят счет он будет вот об этом вы наполнитесь любовью любовью к себе любовью к деньгам мы заполним все левое полушария все мужское такое вот этой невероятной любовью понятно что спрятано за мастер-классом просто почувствуйте это мама это любовь а бабушка это любовь которая любит маму а про прабабушка это любовь которая любит бабушку которая любит маму а про прабабушка это вообще какое-то энергия творения это какая-то какой-то инсайд озарение это творчество это наслаждение это такое сияние это такая красота вау мастер-класс и на 5 ноября и стоит то ли 20 то ли 30 долларов а что с этой энергией можно делать напитаться с ехи просто позвольте себе чувствовать и ощущать как это наполняться любовью завтра цены повышаются о видите завтра цены повышаются на мастер-класс оставляйте заявку как оплатить в рублях у нас можно оплатить в рублях а если ничего не чувствуется что делать убрали кнопку вон мастер-класс появилась кнопка в рублях оплачиваете с вас пишется сумма согласно курса вашего банка спасибо что вы мне подсказываете это и сейчас ощутите вот эта энергия любви которая вльется в вас она это произобилие я просто хочу показать вам подсказать вот так мы убрали с вами шлагбаум мы узнали с вами про законы и мы наполнились энергией изобилия платите и гривной и рублями мы у нас мультивалютные счета вам не важно знаете вы о своих предках или нет они в ваших днк если вы меня еще раз спросите об этом я вас всех стукну эдуард говорит нажимаем на кнопку мастер-класс и там ссылка чек-лист там одни вопросительные знаки нет текста как оплатить на 5 ноября телефон на сайте на входящие заблокирован я написал смс завтра уже поздно оплатить не завтра еще не поздно до восьмого чего и до пятого числа чек-лист законы денег качаете там ребята одну пишут что все в порядке ну вот теперь вы поняли что я умею делать что я делаю как я это делаю вы поняли что все это было внутри вас независимо от того вы выросли с отчимом в детском доме умерла ваша мама все с вами происходит все есть внутри вас если вам нужно еще больше приходите учитесь пусть это благословение останется с вами на навсегда пусть и зерна что я сегодня посадила прорастут в вашей почве приходите учиться я знаю что за один мастер-класс за вот такой большой мастер-класс который будет 5 ноября можно столько настолько поменять ваше сознание настолько можно изменить вас что прежних людей не будет здесь есть много людей которые знают эту способность трансформации происходить быстро и тотально мне было очень приятно с вами сегодня особенно мне понравилось как вы превратились в маленьких ноющих детей когда вы заговорили про маму я вас чуть не убила я прямо так взбодрилась от этого от своей злости спасибо вам братцы поставьте мне кто еще идет на мастер-класс кто еще решил пойти мне женя пишет что у меня осталось две минуты но я братцы с вами все закончила все рассказала и все сделала я знаю какое это сладкое состояние спасибо что вы идете на мастер-класс будет очень здорово видеть вас только я отвечаю я хочу Спасибо.